Звони. Давайте выбираем потратить 50 тысяч рублей. Мамка такая повела на день рождения подарок и купить. Дорого, очень. Что происходит? Привет, я Анимэджик, со мной тут мои собаки и мы сейчас находимся в Москве. Кстати, в прошлом видео я жаловалась на игрушку, которую я купила Кисе Алисе, что она ей не играет. Все, кто подписан на наши инстаграмы, наверное, видели, что она наконец-то начала ей играть. Так что обязательно, чтобы быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на наши инстаграмы, тиктоки, на все социальные сети. Ссылочки будут в описании и, конечно же, на канал, потому что мы идем к 3 миллионам и очень сильно стараемся для вас. И с наступающим вас Новым Годом, конечно же, но наш Новый Год, точнее, подготовка к нему связана не только с этим праздником, но и с днем рождения Юмичу. 27 декабря ей исполнилось 5 лет. Капец, как летит время. Просто еще недавно она была маленьким щеночком, а сейчас уже ей 5 лет. И в честь этого я решила сделать очень классный челлендж в 24 часа. Собака управляет сама своим днем. У нас будут такие главные карточки, из которых будут выбирать Юмичу, чем она будет заниматься. А я ей, конечно же, буду в этом помогать. А девчонки будут выбирать из дополнительных карточек, как бы, дополнение к этому занятию. В общем, не буду вас мучить подробностями. Вы все увидите сами. Я уверена, что вам понравится это видео. Так что обязательно ставьте заранее лайк на него. Давайте! 100 тысяч лайков, пожалуйста! Если хотите еще классных, крутых челленджей с питомцами... Сефиш, что ты, как бы, хастая собака-то? В этом челлендже нас ждут классные штуки и кое-что очень интересное. Да, покемон, днем рождения! Я уверена, тебе куча народу поздравит и лайков тебе наставит. Не лежись! Так, покемон у нас сейчас будет выбирать. Давай, покажи, какую ты хочешь выбрать. Эту хочешь, да? Так, давай посмотрим, что у нас тут. Тут у нас прогулка в ботинках. Юмичу поздравляют, и бы, наверное, я не хотела в реальности это выбрать вместо дрессировки. Ну, хотя... Дополнительные карточки выбирают ей девчонки. Софиш, давай ты, покажи, покажи, какую карточку. Давай, выбирай. Эту? Хорошо. И тут у нас блэк, отлично. А здесь... Юмичу... А здесь у нас были розовые ботиночки. Молодец, Софи! Были вот такие вот розовые, но девчонки выбрали для Юмичу черные ботиночки. Должна признаться честно, я никогда особо своих собак не приучала к обуви. По одной простой причине, большую часть жизни мы прожили в загородном. И поэтому собаки гуляли по чистому снежку, заходили домой, когда хотели, не замерзали. И, соответственно, у них такой проблемы не было. В городе я столкнулась с тем, что... Во-первых, зимой сыпят всякую химию на дороге, и это опасно для собачьих лапок. И если, например, загородом я просто использовала вот такой вот платинумовский воск, вот так он выглядит. Да, это та же фирма, что и наш корм делают в Европе. И очень он классный, и очень прикольно помогает, увлажняет подушечки, заживляет ранки. И вообще, ну, короче, крутая вещь. В общем, загородом нам достаточно было его. Здесь, в городе, все-таки зимой, по крайней мере, нужно носить обувь. И из-за того, что я собак к обуви не приучала, получается, что они все не умеют в ней ходить. И поэтому я, честно говоря, даже не представляю, что у нас из этого выйдет. Вообще, чтобы собаку к обуви приучить, надо надевать ботиночки дома, например, на 5 минут сначала, потом на 10. Собака будет тупить, не будет ходить. Юми, да я не когти тебе стригу, что ты дергаешься-то? Главное, обязательно надо будет хвалить за каждый шаг, чтобы собака поняла, что это не страшно, не опасно. Давай, сделай пару шажочков. Иди сюда, иди ко мне. Вот, уже прискакала. Ты не на меня скачи, ты ходи. Давай, Юмичу, давай. Давай, иди сюда. Да, Юми ходит, Юми ходит. Очень смешно. Чтобы, наверное, солидарность была какая-то, да? Я девчонкам тоже надену обувь. Вообще, правильно, наверное, надевать обувь на собаку стоя, чтобы лапка полностью погрузилась в ботиночек. Но мы пока что пробуем, не судите строго. Даже у людей, которые разбираются и в психологии собак, и в куче других вопросов, не всегда все получается хорошо. И, конечно же, когти у собаки должны быть подстрижены, прежде чем надевать обувь. Потому что если когти будут длинные, то ей будет очень некомфортно и очень больно ходить. Ну что, отправляемся гулять. Софиша одна пытается у нас. Миша даже шага не делает. Софиш, вот, молодец. Ай, Софиша, молодец. Да, молодец, вкуснятина. И Мишаня молодец. Мишаня тоже идет. Причем Мишка идет так резвее всех, мне кажется, гулять. Софиша пошла, он такая. И Юми за ними. Самый главный этот. Нельзя смеяться, на самом деле, но это выглядит очень мило и смешно. Пошлите, давайте, за мной. Юми, че такая? Все в ботинках, молодцы. Причем самый прикол в том, что когда Юми вышла в обуви одна, она вообще не пошла. То есть вот вообще просто ни шагу не сделала. Мишань, давай, иди ко мне. Вот, Мишка, молодец. Молодец, кузняшка, на. Софиша даже в туалетик сходила у нас. В ботиночках, вот умница, молодец, девочка. Миша с Софишей вообще нормально такие. Ходят, бродят, Юми стоит просто. Пошли, Юмичу. Вот, молодцы. О, София уже вообще побежала. Назад ноги забрасываем, но бежим. Мишань, пошли. Вот, молодцы все. Вот у нас тренировка. А Юми там останется одна, мы уходим Юмичу. Вот, Софиша, шлеп, шлеп, шлеп. Молодец, научится ходить. Скоро совсем уже. Прямо как идет. Юмичу стоит у нас на месте. Юмичу, ну смотри, вкуснятина. Пошли. Давай, давай. Вот, молодец. За Софишей. Давай, скорее. Давай, Юмичу. Смотри, Софиша, как идет. Молодец. Короче, Юмичу у нас меньше всех. Понимает, как ходить в обуви. О, Мишаня топает уже такая нормально. Да, в сапожках. Софиш, не грызи сапоги. Софи, Софи, нет, нельзя. Пошлите, пошлите домой. Ну вот, вообще, Миша с Софи молодцы. Топает, топ, топ, топает Юмичу стоит. Давай, давай, молодец. Вот умница. Вот, видишь, ты можешь. Боком, раком, крабиком. Давай, давай, давай. Ну мы молодцы. Уже потренировались чуть-чуть. В следующий раз еще. Умница. Молодец, Юмичу. Молодец, да. Вкуснятина уедим, значит, все нормально. Сейчас главное в подъезд зайти. Так, заходим. О, быстро пошуровала-то, Юмичу. Софи по лестнице прям скачет. Пошлите, пошлите, пошлите домой. Давайте бежим домой. Вот молодцы. Вот молодцы. Ай, кто быстро так уже ходит, прибежал. И это всего лишь полтора занятия. Так что у нас все впереди. Юмичу у нас выбирает главную карточку. Давай, покажи, какую ты выбираешь. Какую? Юми, давай, выбирай. Эту? Вот эту? Какую? Эту карточку берешь. Хорошо. Давай посмотрим, что там. Тут у нас корм. А тут у нас был торт. Юмичу. Дополнительные карточки выбирают ей девчонки. Давай. Какую, Миш? Выбирай. Выбирай. Какую? Какую? Покажи, Миш. Давай, покажи. Вот эту ты берешь. Хорошо. Что у нас тут? Тут у нас ягненок. То есть это будет корм с ягненком. А тут была курица. Молодец, Мишанька. Ничего страшного, что в этот раз мы не будем готовить торт. Но покушать, наверное, будет справедливо всем. И выбрали ягненка вместо курицы. Хотя была еще курица. Кстати, до сих пор у меня подписчики, видимо, наоборот, не подписчики, а новые зрители канала приходят и спрашивают, каким кормом я кормлю собак. Я уже просто везде об этом говорю. Но все равно люди продолжают спрашивать, каким кормом. Поэтому, ребята, у меня к вам просьба. Если вы видите, что кто-то новый, какой-то зритель, еще не знает и спрашивает, каким кормом я кормлю своих собак, отвечайте. Корм платинум. А еще те, кто уже знают, но продолжают задавать мне вопросы в Директ, в Инстаграме, даже в ТикТоке, о том, где я его покупаю, у меня всегда в описании к видео есть ссылка на сайт корма платинум, где вы можете заказать, выбрать, подобрать, позвонить ребятам, они вам все объяснят, у них классная доставка, у них классные менеджеры, короче. Так что, если вы видите какие-то вам подобные вопросы в комментах, отвечайте, пожалуйста, за меня, потому что просто я и так об этом постоянно говорю, но все равно, видимо, недостаточно упоминаю. А еще некоторые не знают, сколько давать, потому что это корм, который не совсем обычный, это не сухой корм, это сочный корм, это специальный, очень крутой корм, который сделан по особенной технологии, просто вот похожих даже нет, поэтому на упаковке есть то, как правильно подбирать дозу, также вы можете спросить у ребят, когда вы звоните, когда заказываете, как правильно подобрать количество корма своей собаке, потому что это корм такой очень своеобразный, будьте внимательны. Еще я недавно в Инстаграме выложила видео про жадную девочку Софи. Юми вот так вот набирает корм и уходит, Софи же начинает охранять все остальные миски, поэтому я стараюсь расставлять еду, вот сейчас как бы близко, но обычно в разные углы кухни, чтобы каждый ел, потому что некоторые жадничают и не дают кушать другим. Давай, Мишань, кушай, можно, на, это твое. Пирожок выбирает главную карточку, что мы будем делать? Давай, Юмичу, покажи, покажи, вот эту ты берешь, хорошо. Давай посмотрим, что тут у нас. Занятие. А тут что у нас было? Игры. Юмичу выбрала заниматься. Но будем надеяться, что Софи выберет тебе интересное занятие, да? Софиш, покажи, какое занятие? Вот это? Какое? Покажи, Софиш, покажи. Вот это, хорошо. Что тут у нас? Звонок. Мы будем заниматься звонком. А тут у нас было учить команды. Ну что ж, заказала я на Алике вот такой вот звоночек. Очень давно, уже больше года назад, я никак не бралась научиться собак это делать, звонить в этот звонок. Ну то есть я уже чуть-чуть тренировалась с Софишей, а вот с Юми и с Мишей нет. И вообще я увидела видео с котиком в Ютубе, по-моему, где они, котики, звонят в этот звонок, им типа еду приносят. И мне показалось, что это очень прикольная тема, научить животных так делать. И еще и, например, для какого-нибудь видео или тиктока будет это классно. В любой дрессировке есть простой закон. Иметь вкусняшку где-нибудь у себя в руке и пытаться получить от собаки то, что она должна сделать. И похвалить даже за попытку это сделать. Похвалить сначала вкусняшкой, потом уже можно будет просто хвалить собаку без лакомства. Как бы сделала я бы? Я бы для начала научила собаку давать лапу, потом бы я научила ее давать лапу не в руку. Давай, 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 вот молодец. А потом бы я уже научила ее на что-то вот так вот указывать. Для этого можно на самом деле отдельную команду сделать. Дай лапу. Сначала мы научиваемся давать лапу. Потом можно, например, назвать это просто покажи, 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 молодец. А потом уже под это «покажи» что-то подставлять Например, вот звонок, да? Покажи, покажи, покажи на звоночек, Софиш Покажи, вот молодец А дальше уже назвать это по-другому И говорить «молодец» с этой командой Юми, Юмичу, к себе Софиш, звони Молодец, звони, молодец, звони Звони, молодец, звони, молодец, звони Звони Молодец, звони Не факт, конечно, что у нас получится Все знают историю Мишаньки Но мы пытаемся, мы занимаемся И человек, который недавно приехал ко мне в гости Который не видел ее очень давно Он просто офигел и сказал Капец, она очень изменилась Она просто вообще другая собака То есть до этого она была намного аутичнее Иди к себе Вот молодец К себе Молодец, дай лапу Покажи Молодец, покажи Просто следят за моей рукой Прошло очень много времени Я думаю, что это займет у нас больше Так что Я не могу потратить на это все видео Покажи, покажи, Мишань Звони, но она его задела Это уже хорошо Дай лапу Лапу мы умеем давать И разваливаемся сразу Покажи Покажи Молодец Молодец Звони Звони Молодец Давай, показывай Какую карточку ты выбираешь Давай, покажи нам Покажи Вот эту, да, эту точно Хорошо Итак, массаж дома Против Зоосалона Ты выбрала массаж дома, Юмичу Ну, думаю, это точно тебе больше понравится Миш, теперь твоя очередь выбирать дополнительную карточку для Юмичу Какой будет у нее массаж Давай, выбирай, Мишань И это у нас будет массаж перчаткой Умница А это у нас был массаж расческой У нас был вариант Порасчесываться, помассажироваться вот такими вот штуками Но Юмичу этого вот прям вот очень не любит Так что ей очень повезло в час дня рождения получить массаж Вот такой вот классной перчаточкой Собачий массаж очень сильно недооценен В том смысле, что люди не делают этого чаще всего с собаками То есть они их чешут просто по факту для того, что надо чесать, да? Массаж это кайф Я когда изучала эту тему, я читала и никогда не думала Что оказывается собаке очень нравится, когда электризуется шерсть То есть если людей это бесит То собаки через вот эту вот наэлектризованность Получают удовольствие от вот этих вот электрических разрядиков маленьких, да? Кайфуют Я когда-то проводила эксперимент За сколько можно времени успокоить собаку вот таким вот массажем На самом деле это реально улучшает ваш с ней контакт Ей очень приятно, когда вы ее не просто гладите, а именно массируете И цель ваша не вычесать собаку от там шерсти, а именно сам массаж Есть еще массаж, конечно же, не обязательно вот с такими перчатками А просто массаж То есть когда вы прям ручками массируете собаку Есть даже профессиональные массажисты Мы не очень понимаем на самом деле, что собака это не просто там друг человека Не просто живое существо, но и существо, у которого есть тоже свои проблемы И свои переживания, и свои беспокойства И, например, у многих собак, как у Миши, есть посттравматический стресс Имеется в виду не после травмы какой-то, а просто психологической травмы Есть люди, которые занимаются реабилитацией собак Которые работают с собаками из приютов Именно посредством всяких таких вот техник Массажей и так далее Потому что тревожных собак их нужно успокаивать Теплый ты мой комочек Эту карточку, да? Или эту? Какую карточку ты хочешь? Эту? Ты не определилась, Юмичу? Покажи Юми, покажи какую Вот эту точно, да? Все, уже точно определилась, да? Уже ты пугаешься бумаги-то Зоомагазин А тут был парк Куда мы отправимся гулять? Зоомагазин Но здесь у нас есть три дополнительных карточки С тремя разными суммами, связанные с цифрой 5 Девчонки, налетаем? Давайте выбираем Кто какую карточку выберет? Софиш, покажи Вот эту Хорошо, отлично Карточки местами я не меняю Давай, Юмичу Какую ты выбираешь? Давай, покажи Сложный выбор, да? Покемон Давай, выбирай И последняя Мишка Мишка, давай, покажи какую карточку Тоже эту Вы все вместе эту выбрали Смотрите Здесь у нас было 500 рублей потратить Здесь у нас было Потратить 50 тысяч рублей А здесь у нас цифра 5 тысяч рублей Ох Лучше бы вы выбрали вот эту Почему вы все единогласно выбрали 5 тысяч? Хорошо не 50 У нас в ТикТоке Очень классно залетел видос С воровством денег Из кошелька Если хотите Я потом в каком-нибудь видео сниму И научу вас Как научить этому собаку Да? Это твои 5 тысяч рублей На магазин Юмия, скажи спасибо Что ты идешь туда Просто в курточке Без ботинок Не любить одежду Наша собака Идем уже К одежде мы привыкли намного больше Мы в ней все равно На улице как ни крути Нормально ходим Идем мы на поводочке Потому что все-таки по городу Сейчас будем передвигаться Дороги, машины По наследству нам поводок Голубой от Эйвана достался Я сейчас взяла ее на ручки Потому что тут такое место Проходим Мне не нравится Здесь постоянно какие-то Машины, люди Огромные грузовики Надо подумать Что нам необходимо И что лучше всего купить Напишите Что бы вы купили Своему питомцу Все-таки потребление Должно быть осознанным Если вы помните Наше путешествие Большое Которое было летом То я столкнулась Там с кое-какими моментами Которые я бы хотела Изменить И если в ближайшее время Мы снова поедем Со всеми на машине Куда-нибудь Я надеюсь Что это произойдет В скором времени То я точно знаю Уже на что потратить Часть подарка Кстати, я знаю Что вы очень любите рубрику Покупаю все К чему прикоснется собака Так что если хотите Продолжение Снова ставьте лайк Вот чего мне точно Не хватало В путешествии Это вот таких Вот раскладных мисок Поэтому мы возьмем Несколько Мне еще вот такие Вот нравятся Они в квадратик Складываются Силиконовые Мисочек таких К сожалению В новинжном Нам количестве нет И потом я вспомнила Что все-таки Это пластика Мы пытаемся Быть против пластика Да, покемон Использовать другие материалы Зато мне вот Очень нравятся Вот эти миски Хантеровские По 450 рублей Недорогие Но это очень прочный Классный металл И они на металлической Такой основе Они небольшие Но очень прикольные Мне прям нравятся Они прям качественные Такие классные Но я думаю Что для путешествий Это конечно Не самый лучший вариант Потому что Они достаточно тяжелые Потому что Они качественные То есть Какие-нибудь За 170 рублей Вот такие Они гораздо легче Гораздо Проще Будет возить Но опять же Если это путешествие На машине А не на самолете И ты сам должен Все это тащить То в принципе Это удобненько Они вот так вот Все складываются Но это будет 2000 рублей сразу Еще с точки зрения Путешествий Я столкнулась с тем Что очень полезно Было бы иметь Что-то вот такое Вот То есть Не лежак А вот такая вот Подстилка Еще желательно Непромокаемая И легко Отмывающаяся Вот эта вот Очень прикольная Но она Наверное Маловато Нам Просто ее можно И в машину Положить На заднее сидение Чтобы сидение Собаки не пачкали И при этом На улице Где-нибудь кинуть Чтобы им было На чем лежать Не лежанку С собой брать Есть размер побольше Но я думаю Что он даже Слишком большой Для троих собак Вполне Достаточно будет Этого Это Ферпласт Цена у нас У него Уже 1875 рублей И вот тебе и 5000 Похоже будет Так Ну пока положим А еще Когда вот мы ездили В путешественной машине Если вы помните У нас был такой Кеннел Это такая Пластиковая Как коробка Да Клетка В которую собаки Собак я сажала Когда мы переезжали Если они находились Не в салоне То есть Типа такой штуки Только поменьше У нас была И я планировала Купить им Что-то тканевое То есть Это более Мало места Занимает Оно вот такое Вот плоское Легко носить Намного удобнее Чем Клетку Вот такую Вот Машину Вставить Мне кажется Но она Одна стоит 480 Покимуши Водичку Принесли А я тут Нашла Вот еще Такую Вот штуку 100 на 70 Размер Это такой Как пледик Который Тоже Можно использовать И как Подстилочку Какую-нибудь И как пледик Чтобы заворачивать Когда холодно Например Вот как это Выглядит Такая Мягенькая Ткань В принципе Мне кажется Очень полезная Штука Правда Здесь есть Размер Полтора На метр И метр На 7 Сантиметров Я думаю Какой лучше Но наверное Этого будет Достаточно Нам Как же дорого Сейчас Стоят Товары Для животных Каждый раз Думаю Может нам нужно Интернет Зоомагазин Открыть И попробовать Продавать Что-то свое Под нашим брендом Так У нас сейчас Товаров В корзине На сумму 3965 рублей Я посчитала Ты что Все-таки Хочешь Такой домик Так Это у нас А значит Что осталось 1035 И все полезное Пока что Поустраивайся Поудобнее В корзинке Поехали Покимош Я пришла В игрушки Поняла Что игрушек У нас Всяких Разных Волнов Но Вот Эта Вот Штука Я помню Что я покупала Такие Косточки Собакам Ну это Типа Деревяшка Ее нужно Грызть И Вот такая У нас Кость Была И всем Очень Понравилось Я подумала Что я Куплю Одна Стоит 200 250 Есть Еще Одна Я думаю Что Где-то Сколько Живи Как Ребенок Которому Пошли Знаете В магазин Покупать Мамка Такая Повела На день Рождения Подарка Купить И купила То Что Нужно К школе И Еще Для чего Небудь Вместо Игрушек Я пытаюсь Стратить Деньги С умом И с пользой А не Лишь бы Что И я Кое Что тут Увидела Из того Что Мне точно Надо Короче Из-за того Что Мы на улицу Ходим Снимать Заниматься Или еще Что-то Делать У меня Постоянно Корм Он Просто В кармане Лежит Вот эта Штука Очень полезная Надевается На штаны И рука Соответственно Туда Залазит Но Это Опять же Пластик Силикона Есть Тканевые Такие Сумочки Не менее Удобные Я Вот Повыбирала Тут Из Всяких Вот Опять Такие Силиконовые Есть Вот Такая Знаете Как я Ношу Такие Большая Сумка На Пояс А есть Вот Что Я Нашла Такой Маленький Как бы Кармашек Туда Насыпается Коем И Это Цепляется За Я так Понимаю Ремень Ну За Джинсы За Брюки За Что-то Стоит 355 Рублей Мы Немножко Выбьемся Из Бюджета Но Это Очень Удобная Вещь Очень Точно Мне Нужная Ну Да Опять Черная Извините Ну Вот За Экологию За Экология Сама Забыла Многоразовую Сумку В итоге Сейчас Куплю Пластиковый Пакет Еще Один В этот Мир То есть 5520 У нас Получилось Ну Что Я Скажу Все Полезное Какой Вывод У меня Про Современные Зоомагазины И товары Для Животных Дорого Очень Ребята Просто Пописать Села Очень Вовремя Очень Половиной тысяч Да Я получила Качественные Хорошие Товары Какие-то Не очень Какие-то Очень Но Это Прям Очень Дорого Ну Конечно Если бы У меня Возможно Была Одна Собака Мне не Понадобилось Бы столько Мисок И Лакомство Можно Было Ну То есть Косточки Вот эти Купить Одну Штучку Но Все Равно Уже Вечер Совсем Стемнело Мы С Покемоном Идем Домой Наконец-то Да С пакетом Подарков 200 250 И 300 Рублей Кто Какую Выберет Кто Любит У нас Грызть Софиша Взяла За 300 Себе Миша Юмичу За 250 Утащила Которая у них была Миша Тебе достается За 200 Рублей Вот такого Размера Получается Покрывальце Всем хватит Конечно Но Я ожидала Что больше Надо было Брать Полтора метра На метр Юмичу Какую карточку Ты хочешь Давай Покажи Вот эту Хорошо Быстро Ты в этот раз Определилась И это Будет Купание А здесь У нас Была Чистка Зубов Софиша Выбирает Дополнительную Карточку Для Юмичу Давай Выбирай Какую Эту Так И здесь У нас Спа А здесь У нас Была Мойка Мойка Это Мойка В раковине Самым дешевым Шампунем По-быстренькому А спа Это Со всеми Крутыми Прибамбасами Мытье С Крутым Шампунем Крутым Кондиционером В ванне Ну что ж Мы С покемоном Юмичу Отправляемся Окупаться Тебе кстати Полезно Будет покупаться Что-то Ты вонючка Какая-то Вот такой Вот Эко Шампунь Целая Бутыль Стоит Очень дешево Я не помню Сколько Но реально Очень дешево Зато При поддержке ВВФ Экологический Вот такой Шампунь Но у нас Есть Вот такие Супер Дорогущие Баночки С косметикой Собачьей Мы будем Мыться Ими Сегодня Многие После некоторых Наших Видео Спрашивали Как научить Собаку Запрыгивать И выпрыгивать Из ванной Не надо Учить Этому Собаку Не надо Это вредно Если я и научила Этому Для съемок Для каких-то Эпичных Когда я Все держу Под контролем Зачем вам Чтобы собака Выпрыгивала Из ванной Вам нужно Учить ее Мыться И приучить Не выпрыгивать Из ванной Когда вы ее Моете Берем Мисочку Губочку Берем Наш Шампунчик Он Концентрированный Поэтому Чуть-чуть Совсем Наливаем Душиком Взбиваем Чтобы пеночка Получилась Собачечку Смачиваем Водичкой Не слишком горячей Смочили Спокойно Пеночку Набираем И на собачечку Вот так льем Чтобы не плюшкать На нее шампунчик И чтобы все волосики Пропитались Не плюхнули И размазываем В одном и том же месте Чтобы все-все-все У нас Все места В пеночке были Между глазок Моем Мордашку Моем Юмичу Что происходит Посмотрите на собаку У тебя вырос ирокез Из пены Да Вот так Вот так Вот так Вот так Вот так Вот так И хвостик помоем И попу помоем И лапки Лапки главное помыть И животик надо помыть Все местечки Все хорошенечко Как себя моем Так же и собаку моем Вы же все себе места моете А чего Собакой брезговать что ли Ой Сколько грязи Мечу Шерсти мало Не линяем Уже Зима наступила Уже Набрали шерсти Летом линяли Весной линяли А сейчас не линяем Сейчас только грязь У нас У кого язык вылез Кондиционерчик Наш тоже Супер профессиональный Чуть-чуть Прям вот Капелюшечку Да Вот так Пусть везде Разольется Наш гельчик И начинаем Намывать Намывать Так Оставим Не буду чистить Обещала же не чистить Я использую Вот такую вот штуку Три в одном гель Это очень классная Тоже от платиного Такой вот гельчик Он с разными вкусами Бывает Этот у меня С селмоном Это очень вкусно Прямо на зубоньки Можно Да Прямо на зубоньки Можно Прямо на зубоньки Можно Прямо в зубоньки И даем собачке Пожевать его Поесть Вот сейчас не буду Тщательно проводить процедуру В инстаграме Где-нибудь похожу И спрей Вот такой вот Еще можно использовать Чтобы из ротика Не пахло Ать Все Чистить зубы Не буду Обещала Ай какая шерстка Будет чистая Спа-процедуры Все прошли Лапки помыли Попку помыли Ротик помыли Все помыли Смываем Очень тщательно Вот как раз покемона Мы будем вытирать Сегодня новым Новым полотенчиком Посмотрите на Софи Она прям запрыгивает Сюда И смотрит Что тут происходит Да Ну иди Иди сюда Софиш Кто такой гоблин А кто такой гоблин Сейчас мы будем сушиться Если вам понравился наш челлендж Обязательно ставьте лайк Если хотите еще таких челленджов Пишите свои комментарии С поздравлением Нашему покемону Юмичу И подписывайтесь на канал С наступающим вас Новым годом Он уже очень скоро И увидимся скоро В новых видео Субтитры сделал DimaTorzok